...домов вышли сегодня на пикет, требуя отправить в отставку омбудсмена Юрия Янсенса, потому что тот в последнее время забыл о работе и ударился в политику. Как прогоняли правозащитника, расскажет Даниил Смирнов. Напротив офиса правозащитника в Риге сегодня встали люди с плакатами «Жертвы донационализации» и «Стоп этнической дискриминации», а также защитники русских школ. Протестующие полагают, что омбудсмен осознанно отказался защищать целые группы дискриминируемого в нашей стране населения и даже наоборот, занял позицию властей. Но мы живем без отопления уже два года и без горячей воды. И что вы хотите сказать омбудсмену? Ну мы хотим сказать, чтобы он обратил вообще на нас внимание. Хозяин сарая снес, где дрова хранились, электричество отключил, воду отключил. Вот так и живем с маленьким ребенком три года. Через 10 минут после начала пикета к протестующим вышел сам правозащитник Юрис Янсенс. Если вы пикетируете по донационализированным домам, то вам надо пройти дальше на пару кварталов и обращаться в Министерство экономики. Видимо, вы что-то неправильно поняли или потеряли мысль при переводе. Нам не нужно указывать, куда идти. Мы сами это знаем. Если вы считаете, что мы в чем-то неверно вас обвиняем, вот это вы имеете право сказать. В законе об образовании четко сказано, что учителям в образовательном учреждении надо владеть латышским языком на высшую категорию. Так что, господин Плиннер, вы выступаете против закона и требуете его не соблюдать? Также протестующие устроили шуточное представление и предложили работу омбудсмену в датском зоопарке, где умертвили жирафа Мариуса за то, что он не соответствовал необходимым стандартам. Точно так же, как наши неграждане. Он умеет отделять своих от чужих и защищает права своих. От чужими можно не заниматься, как работаем мы у нас в зоопарке Копенгаген. Кроме этого, защитники русских школ напомнили омбудсмену о фиаско в Организации Объединенных Наций. После его выступления Комитет по правам человека ООН рекомендовал нашей стране пересмотреть закон о государственном языке и вкладывать больше средств в образование на языках меньшинств. Даниил Смирнов, Андрис Дамбурс, телекомпания ТВ5.